Христос воскресе, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Второе воскресенье после Пасхи именуется «Неделя и жён мироносец». Это настоящий международный женский день, несущий глубокий духовно-нравственный смысл и раскрывающий красоту женской души. В этот день Церковь торжественно воспоминает жизненный подвиг женщин, которые следовали за Христом. И даже когда все апостолы, кроме Иоанна, в страхе разбежались, у них была сила вместе с Пречистой Матерью Спасителя стоять рядом со Крестом. Но значит ли это, что у апостолов меньше было любви, чем у жён? Нет. Тут была любовь рассуждающая, боящаяся ошибки по причине высокой цены любви и предмета её. Когда и они увидали и осязали, тогда каждый из них не языком подобно Фоме, а сердцем исповедал «Господь мой и Бог мой». И уже ничто не могло разлучить их с Господом, мироносицы и апостолы, образ двух сторон нашей жизни – чувства и рассуждения. Без чувства жизнь не жизнь, без рассуждения жизнь слепа, многое истрачивается, а мало плода, здравого даёт. Надо сочетать и то, и другое. Чувство пусть идёт вперёд и возбуждает, рассуждение же пусть определяет время, место, способ. Вообще бытовой строй того, что делать намекает сердце. Внутри сердце идёт вперёд, а на практике – рассуждение. Когда же чувства станут обученными в рассуждении добра и зла, тогда, может быть, можно будет положиться и на одно сердце. Как из живого дерева, сами собой идут отростки, цветы и плоды, так и из сердца. Начинает тогда возникать только добро, разумно влагающееся в течение жизни нашей. Святые жёны-мироносицы помогали Спасителю, они помогали апостолам, разделяли с ними их труды. Жёны-мироносицы, которые рано утром, почти ночью, не боясь темноты, не боясь возможных притеснений от иудеев и от кустодии, стражи, которая была приставлена ко гробу Спасителя, пошли, чтобы помазать тело Господа. И идут и рассуждают между собой, кто нам отвалит камень от двери гроба. Ведь не обладали такой физической силой эти женщины, чтобы отвалить огромный камень от гробовой пещеры. И, казалось бы, зачем они тогда идут? Ведь этот труд бессмыслен. Им не сделать того, что они хотели, не помазать тело Иисуса. Но они идут и обретают камень отваленным, и видят пустой гроб, и лежащие пелены. В нашей жизни очень много людей, чаще всего это женщины, которые несут на себе незримый труд. Обычно семью оценивают по тому, что делает муж, какое положение он занимает, какие великие дела он совершает. А труд жены, труд сестры, труд матери, труд близких людей, как бы на втором плане, он незаметен. Но ведь на самом деле, если бы не было такого труда, то не было бы и никаких других великих трудов. Господь оценил этот труд святых жен. Первым, явившись Марии и Магдалине, садила в их мироносец первыми свидетелями воскресения. Мы прославляем жен мироносец за их безымянный труд, за подвиг их жизни, равный апостольскому подвигу. Женщины-мироносицы не разбежались от Христа во время гонений в нашей стране. Великое историческое и спасительное деяние было совершено нашими бабушками и матерями, которые не убоялись гонителей, но послужили Господу до последнего своего издыхания. И о другом очень важном подвиге мы вспоминаем, о подвиге тайных учеников, об Иосифе и Никодиме. Это были люди высокого положения в обществе. Из-за этого они не могли открыто быть со Спасителем, но душой тяготели к Нему. Вот так же и в истории нашей страны, тогда, когда люди сколько-нибудь значительного общественного положения не имели возможности прийти в храм, лоб перекрестить открыто. Но многие из них сохраняли веру, оставаясь тайными учениками Христа, помогая страждущей Матери Церкви. Если почитание святых жен-мироносиц учит нас внимательному и благодарному отношению к любому труду, то пример тайных учеников учит нас воздерживаться от осуждения. Никому не дано знать того, что происходит в глубине человеческого сердца. Вспоминая святых жен-мироносиц с благодарностью, вспомним наших женщин-христианок, несущих невидимый, иногда внешне незаметный, но очень важный труд, без которого никакие иные труды не могут быть успешными. Вспомним и помолимся о тайных учениках Господа, которые по каким-то причинам еще не могут быть учениками явными, но и в тайне своей совершают добрые дела и ревностное служение Господу. Пусть память о святых женах-мироносицах и о тайных учениках Спасителя всех нас умудрит и поможет нам со вниманием и любовью и с признательностью относиться ко всем, кто видимо и невидимо служит делу Божию. Сегодня мы стоим на пороге серьезного юбилея. Со дня Великой Победы прошло почти 70 лет. Накануне праздника мы встретились с профессором Александром Портнягиным, главой регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований. Профессор Александр Портнягин родился на Дальнем Востоке за несколько месяцев до начала войны. Но первые 4 года своей жизни он не может забыть до сих пор. Мы все, я помню, спали, одеты совершенно, то есть в пальто, окна открыты, чтобы мы могли бежать в лес сразу при нападении. Если у нас вечером нужно было зажечь свет, но света не было, абсолютно темная маскировка, и если даже мы свечку зажигали, мы ее зажигали под кроватью, чтобы даже блики не могли проникнуть сквозь вот эти окна, плотно занавешенные. Но память войны, вы знаете, постоянно сопровождала меня. А опять я, если говорить о моем поколении, то нас объединяло, наверное, с теми, которые дрались на фронтах против Гитлера, это песни военные. Вот мы, даже будучи студентом уже в Москве, мы собирались там 22 июня, например, когда напали на Советский Союз немцы. И, ну, такие даты, мы пели только военные песни всегда. Ну, и не только в эти даты, но и в другое время то же самое. Вот эти песни остались со мной до сих пор. В последствии Александр Дмитриевич получил блестящее образование. Много лет преподавал в Советском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. И там он узнал, что на Западе Вторую мировую воспринимают совершенно иначе. На Западе имеется другая концепция Отечественной, вообще Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, где проповедовалась одна идея, что Соединенные Штаты ее выиграли, и больше никто. Как раз я уже жил в Соединенных Штатах, когда показали этот фильм о высадке союзных войск в Нормандии, и там был, конечно, фурор, что вот мы такие американцы, мы и в Первую мировую войну спасли Европу, и во Второй мировой войне мы спасли Европу. Ну, в общем, вот такой общий был настрой. Сегодня Александр Дмитриевич рассказывает правду о войне, разоблачает фальсификации и восстанавливает историческую справедливость. Одной из самых мифологизированных является история Ленд-Лиза. Сейчас очень много спекуляций есть по этому поводу. А ведь, ну и представляется это как американская помощь Советскому Союзу. Вообще, люди, которые хоть как-то знакомы с английским языком, если они расшифруют это, Ленд-Ленд, не Ленд, а Ленд, это давать взаимы. А Лиз-это, собственно, то, что у нас сейчас в бизнесе Лизом называется. То есть современный россиянин может совершенно спокойно сказать, а какая же это помощь, если это Ленд-Лиз. Мы платим за это. И сейчас платим, и тогда платили. Но мы платили слитками, золотой и платиной. Корабли шли с золотом и платиной в Соединенные Штаты. За что? За ту же тушенку, за спэм, этот так называемый, колбасу, за студию Беккери, за даджи, за виллисы, которые они нам поставляли. За эти же самолеты, которые мы гнали с Аляски через Красноярск. Алсип называется. Аляска-Сибирь. Алсип. А, но, сколько мы им заплатили, золотом и платиной, если это конвертирует, наверное, в денежную массу, то мы, неизвестно, кто кому помогал, они нам или мы им. Вы понимаете? То есть это совершенно невероятная вещь, когда начинают переворачивать, фальсифицировать всю историю. Великая Отечественная война стала самой тяжелой из всех когда-либо пережитых нашей Родины. Четыре долгих года, почти полторы тысячи дней и ночей, советский народ и его доблестные вооруженные силы героически боролись за победу. В эти святые пасхальные дни храни вас Господь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok